Чуваки, всем здорово, это десятый выпуск на горохе, юбилейный, я наконец-то позвал президента АСПЛ Сергея Ефимова и со мной с ним будет соведущий Дмитрий Разбойник, президент NordX. Как ты считаешь, СМП это главный клуб питерского медиафутбола? Ну сразу, ладно, но объективно, слушай, по задумке и по той миссии, которую мы на себя взяли, которую так или иначе пытаемся воплотить, неважно какими средствами, как эти средства реализовываются, ну типа да, но если смотреть объективно на расположение дел, понятное дело, что нам это, скажем так, звание так или иначе нужно оправдывать, вот пока мы его не оправдываем. Главный клуб. Один из главных, и я очень рад, что одним из главных. Кто? Кто главный? Так, ну давайте, да, обойдемся. Аккуратно. Ну кто главный? Ну главный, я считаю, что сборная СПЛ как-никак. Который нет, но которая в теории может как так или иначе объединить комьюнити в одном каком-то... Чего ты гасишься? Ты понял вопрос прекрасно. Ладно, на самом деле ребята, да, хотят, чтобы я выразил респект команде NordX. В смысле? Мы не принуждали, между прочим. Но зрители... Это нормальный вопрос. Кто по твоему мнению на текущий момент своими действиями заслуживает там лидерство в Питере по... Не по медийному рейтингу даже, да? Ладно, объективно и даже не по медийному рейтингу, потому что и медийный рейтинг тоже нужно немножко переделывать. Надеюсь, мы этим займемся в ближайшее время. Вот, но по действиям непосредственно NordX как раз больше, ну прям даже не назову, потому что... Экопласт, Экопласт, задумайтесь. Да, да, да. Экопласт все, не надо, не надо. Не, ну... У нас нет спонсора Экопласт. Да, я к тому. Да, да, да. Следочка в описании на NordX. Расскажи про то-то, что произошло. Я видел вот недавно, вчера вышел буквально, смотрел, не смотрел. Да, смотрел пару глаз. Как можно комментировать вообще вот это то, что он выложил? Я посмотрел, но я так беглыми глазками, я даже ничего не понял, я просто понял. Ну он публично показал свое видение ситуации, заявил о каких-то претензиях, проблемах. Вот так к этому отношусь. Ну это так, то, что он говорил? Ну, я же говорю, это так возможно, потому что он, ну, он так это видит, и вряд ли он себя обманывает и пытается обмануть, он наверняка в это верит, но здесь, конечно же, нужно разбираться, и вроде как планируется как раз такой формат разбора этой ситуации очень. Конечно, вот посмотрим как раз, но это надо разбираться как раз один на один. То есть, считаю, что если каждый будет закидывать вот такие вот посты, разоблачения, то так или иначе, ну, сам зритель, который все это смотрит, он до истины не докопается, потому что он посмотрит одну точку зрения, сделает какие-то выводы. посмотрит возможно другую точку зрения, сделает другие выводы, но какого-то решения таким образом найти трудно, поэтому только если в каком-то диалоге можем докопаться до истины. Ты пойдешь на подкаст вот к Андре или как? Да, я схожу. Да, я как раз почему отказался первый раз, потому что я думал, что раз он предложил мне разобрать эту ситуацию, значит он не хочет выкладывать свои видео, поэтому я решил, что если оно выйдет, тогда уже будет более интересно сходить на этот подкаст, потому что можно будет ответить не на его сообщения в личные там чаты и так далее, то что он мне по телефону предъявляет, а уже на какую-то публичную историю и так будет намного интереснее для меня и для него, но и для зрителей. Все для зрителей. Честно говоря, как выглядит со стороны, вот очень хочется задать один вопрос, Серег. Да или нет, честно, ты воспользовался финансовой наивности у Козлова или нет? Хороший вопрос. Я на самом деле сам не знаю, как на это ответить, но точно могу заверить, что какого-то умысла такого не было. Так получилось, так выглядит со стороны, так или иначе. Вот, но умысла изначально у меня такого не было, это вообще как раз таки все и развивалось в таком неком хаосе, то есть это все сопровождалось не так, как он описывает, то есть там некоторые факты все-таки искажены, вот и во всей этой истории в первую очередь растерялся больше всего я, но это уже если вдаваться в деталях, можно более подробно об этом рассказать, но мы наш выпуск не об этом, правильно, оставим эти… На выпуск обо всем, мы все обсуждаем, все вопросы я задаю. Да, но все обсуждаем, но давайте во все не будем углубляться настолько далеко, оставим эти факты. Ваше отношение не дерется даже к медийному зениту. Вы вообще считаете, что это будет, что это вообще будет представлять на себе вот эта команда и поедет на МФЛ тоже, да? Нет, на МФЛ оно сто процентов поедет. С другой стороны, как это можно рассматривать, то есть в этом можно найти какие-то плюсы, потому что будет дополнительное внимание к медийному городу за счет зенита, то подразумевалось, что это будет за счет участия СНП в четвертом сезоне, но явно, что зенит как бы привлечет внимание еще больше и с внешней стороны, если мы говорим про Москву, московской комьюнити, но также и с внутренней, если они будут организовывать какие-то вот такие вот мероприятия в том же виде, в котором мы пытаемся это делать. Исключительно в том случае, если они будут это делать в Питере. Ну конечно, но так я и говорю, если, если используется словечко если, это подразумевает разные варианты. Мне вообще, например, пока тяжело что-то говорить по этому поводу, потому что информации по сути никакой нет. Информации, кстати, нет. Есть только домыслы, рассуждения. То, что у них есть огромные ресурсы, понятно. Естественно, они в этом сумасшедшие фавориты, никто им тут не может составить конкуренцию, а по факту посмотрим, как оно будет. Как вы думаете, какое будущее у питерского медиафутбола? Вот будет в огне, давайте так, вообще будет ли медиафутбол в Питере или это так, вот год пройдет, все затухнут, достанется одна две команды и все. Может быть, я, кстати, очень бы хотел рассказать. У меня есть определенная мысль. Мне кажется, тут прежде всего все зависит именно от команд, не сколько от какого-либо турнира, потому что и в турнир команды могут залететь тоже неподготовленные медийные, то есть это уже будет не медийный турнир. И мне кажется, тут вопрос в том, насколько команды по-прежнему до сих пор заряжены именно работать на аудиторию, искать свою аудиторию, от которой будет уже аудитория приходить в лигу. Просто они могут, турнир может быть, но команды могут туда зайти неподготовленными. То есть в любом случае все зависит исключительно от команд. Ну это разговор о том, что да, команды такое ощущение сидят и надеются, что если будет турнир, они туда придут, и этот турнир приведет к ним гору болельщиков на трибунах. Ну это… Да, есть у них такое заблуждение, но с другой стороны, ведь мы дали им повод так задуматься, и в этом и была, в принципе, одна из наших ошибок в том, как мы это транслировали, пропагандировали вот на это все комьюнити, когда оно все, когда оно становилось. Мне самое, самым главным кажется в данном случае для каждого клуба, который занимается медиа в Питере, что… ну какую цель они ставят перед собой. Если для них главная мотивация, единственная цель попасть в МФЛ, то, честно говоря, так себе история. Ну то, что они тянутся туда и смотрят на это, это круто, понятно, но стоит реально смотреть на вещи, да. Вот, а если они хотят кайфовать от процесса именно в Питере и делать здесь движняк, вот именно получать удовольствие от этого, тогда у медиа футбола в Питере большое будущее. Нет, однозначно большое будущее. Вот мы сейчас разговариваем про будущее в контексте каких-то наших действий, вот, но не стоит забывать, что Питер, во-первых, богат талантливыми людьми, это раз. Во-вторых, что это индустрия при правильном подходе, и вот ты яркий как раз пример, что если действительно… И точно этим заниматься, и команды будут этим заниматься, то и без наших турниров, и без наших каких-то действий, то есть богатое будущее, исходя из просто из наличия людей, талантливых, заряженных. И от того, что эта индустрия действительно, она еще, по крайней мере, у нас в городе, она еще не насыщена, то есть нужно просто делать, и как бы, и, ну, условия есть в городе для того, чтобы развиться в этом направлении. Это перспективное направление. Сереж, вот 100% много людей сейчас смотрят выпуск и думают, блин, когда лига? И вот ответь на вопрос, который, ну, уже год задают тебе, ну, просто ответь сейчас, может быть. Когда лига? Есть какая-нибудь конкретика, когда лига именно зрителям? Ну, смотри, если я отвечу как-то вот, ну, не углубляясь в какие-то там детали сопутствующие, то, наверное, я опять как-нибудь совру, либо, ну, дам какую-то расплычатую информацию. Либо скажи не знаю. Мне бы хотелось, мне бы хотелось ответить как-то более глубоко. Изначально, смотрите, мы ведь действительно, когда планировали, ошиблись в таких вещах, как там преждевременные, оно, турниры, да, то есть мы проходили этот путь без какого-либо опыта. И, конечно же, совершали ошибки в переговорах, совершали ошибки в тех вещах, что мы там анонсировали какие-то вещи до того еще момент, как у нас даже не было что-то забронировано, банально говоря. То есть мы просто вкинули, грубо говоря, и собирались вкинуто осуществить. В этом как раз не получалось. И из комплекса вот таких вот обещаний сложилось такое прям, ну, ажиотаж, нездоровый ажиотаж, который как раз и постоянно организовывает вот этот вопрос, который меня постоянно сопровождает, когда лига. Это неправильный вопрос. Короче, лига будет. Все будет, но не сразу. Вот, ну... Не, Ефимов, я не могу. Ладно. Как ты считаешь, что вообще SPL что-то дает клубам вот именно сейчас? Нет, ну смотри, SPL так или иначе... Не, оно давало хорошо. Не давало, оно изначально дало, то есть это не то, чтобы не отменить. При наших действиях, если они будут правильные, то есть, ну, это действительно дает какую-то площадку в развитии. То есть мы не говорим о турнире, мы говорим о том, что, во-первых, создана теоретическая база, да, в рамках которой двигаются команды, потенциально медийные, непотенциально медийные. Это все наши вещи. Это те вещи, которые внедрили мы. Вот, правда, Дмитрий со мной согласится, мы обсуждали это, что мы в этом вопросе сделали очень много упущений. Мне не нравится, когда он заранее говорит, что Дмитрий со мной согласится сначала озвучить. Не, 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 но мы же это обсуждали, да, что как раз изначально, почему такой буст получился, потому что мы действительно дали хорошую теоретическую базу, создали там единый регламент, то есть команды правильно к этому изначально подошли. Но из-за того, что мы, занимаясь другими вещами, стали это очень сильно упускать, грубо говоря, на эти вещи стали забивать, то есть это буквально сейчас запустевает и, конечно же, это требует некую модернизацию. И вот если мы это модернизируем и продолжим дальше это использовать, но это будет, понятное дело, ну это и будет то, что дает SPL командам. У меня иногда ощущение, что он заучил все эти предложения, просто переставляет местами. Что нужно, чтобы SMP Media League было интересно большому количеству зрителей? Не, понятно, сначала надо, чтобы она вообще появилась, а потом уже это, ну вообще. Что нужно, чтобы... Ну, если с точки зрения, ну технически, нужен, конечно же, надежный партнер, который будет, ну мы не говорим сейчас о быкопласте, как партнере лиги. Это уж точно преждевременно, потому что даже вот этот фестиваль, который мы будем проводить вместе, то есть это не гарантия того, что будет дальше спонсироваться лига. Это просто лишь мероприятие, в котором будет просматриваться команда с SMP. Просто мы объединили все это в одном месте. Серега заспорился со мной, что начал бан, что на матч открытия SPL придет 600 болельщиков хот-бокса. Запомните все это. Ну, кстати, это как раз повод ребятам доказать, ну аудиторию их из онлайна перевести в оффлайн, то есть я надеюсь, они в этом мотивированы, заряжены. Ну, конечно, мы сомневаемся, но мы верим, ну понятное дело. Мы одними надеждами и живем в SPL, типа нам не привыкать. Так что нужно? Так что нужно, помимо партнера, прежде всего, нужны сильные самодостаточные команды, вот, из которых будет состоять и миди-футбольная комьюнити, то есть, а комьюнити. Ну, это надо анализировать. Ну, у нас клип, ты же знаешь, ты со всеми общаешься. Со всеми общаюсь, но как-то оценивать все равно. Ну, то есть, короче, понятное дело, что, ну, состоянием дел команд тут, типа, трудно быть довольным. На самом деле многие вещи не устраивает. И, как будто бы непонятно, чем можно помочь. Ну, завтра лига. Завтра лига. Вот сколько команд бы ты сейчас позвал, назови их. Вот не знаешь, не в плане того, что там топ-8 какой-то, или то, что ты говорил, 12 слотов, 8. Вот сколько есть, только назови. Вот сколько бы ты позвал. Ну, давайте количество не будем, назовем просто какие-то команды. Ну, вот Nardex, Tfk, да, потому что, ладно, Alston, тот же Saint-Pie, к примеру, Comedia. Даже не то, чтобы они снимают, но тут другие вещи, из которых тоже может состоять медиафутбольный комьюнити. На эти вещи тоже нужно обращать внимание. Как наличие каких-то там инфлюенсеров, просто ярких людей, которые реально могут сделать шоу и на конференциях, и на поле. Это вот я про команду Comedia, она как раз из таких людей состоит, даже несмотря на то, что они делают, ну, не делают контент абсолютно, не участвуют в программе медийного рейтинга. Вот, Comedia, Harvest, ну, сейчас-то они вроде прекратили, но на багаже, на багаже, ну, спортивный тот же, лед. Сейчас активно вроде начинает развиваться команда Stock Boys, то есть ролики у них входят. Не знаю, надо отслеживать. По качеству не очень, но у всех так начиналось. Посмотрите, у всех так начиналось, что главное, не сколько сама тенденция, а сколько количественность в этой тенденции, массовость. Тебе не кажется, что ты сейчас уже начинаешь переходить на вытягивание? Я тебе сказал, вот, в которых ты точно готов. Я согласен, кто точно, на этот вопрос, наверное, я не смогу ответить. И готовы ли наши комьюнити, вот так вот вопрос задам, как вы считаете вообще, готовы ли наши комьюнити к турниру? Вот такому, чтобы это было полноценно, чтобы это полноценная лига, именно той, которую мы видим, и чтобы эта комьюнити была достойна тех вещей, тех вложений денег и той упаковки, которую мы хотим. Нет еще такого количества команд, чтобы создавать лигу. Но мне тоже кажется. Которые точно отобьют это. Но я хочу сказать, что это в любом случае не только движение команд. Здесь еще должно быть встречное движение от лиги. И пока что лига, к моему сожалению, не может предоставить это именно за счет того, что, ну, просто, ладно, там, условно говоря, я просто занят другими вещами. Типа, другой кто-то, ну, не берется за это там. Ну, типа, некому. Ну, ладно, некрасиво так говорить, наверное, слишком пафосно. Вот. Но, типа, мне пока не до этого. Поэтому, к сожалению, команды простаивают. Но я знаю, что если четко взяться за эти вещи, и это уже рабочий кейс, если четко взять за эти теоретические вещи, то команда будет расти. Потому что это все реально мотивирует, когда видно такое отношение со стороны лиги, когда действительно команды видят, что идет работа именно в медийном плане, постоянный там сбор каких-то показателей. То есть, когда идет обсуждение в том, в каком виде нужно развиваться. То есть, сейчас какая ситуация происходит? Ну, типа, понятное дело, что там где-то моя щит-лига, но команды готовятся к этой лиге сейчас вот. Ну, просто сами. То есть, ну, они отданы кому-то непонятно сами себе. Вот. И сами себе выбирают свой путь. Не каждая команда может сама себе выбрать путь. Вот так я скажу. Нет, я согласен с точки зрения того, что нужны какие-то определенные наставники, которые могут помочь направить в нужную сторону. Да, это как раз… То, что команды предоставлены сами себе, это нормально. Это нормально, но просто вот я же только что сказал, чем подытожил. Не каждая команда может выбрать себе такой путь. И это тоже нормальная ситуация, я считаю. Ну, то есть, да, мы же… Тем более, мы пришли не в состоявшийся комьюнити. Мы комьюнити как раз собираемся создать за счет этих инструментов. Это, между прочим, здорово и работает. Вот за счет этого как раз что-то и получилось. Ну, в плане медиафутбольного комьюнити, не в плане турнира, лиги. Вот комьюнити есть и дальше оно будет только расти, это 100%. Но если лига будет предпринимать те шаги, о которых я говорил, рост будет еще больше. Мы когда-нибудь сможем все это комьюнити поместить в какую-то красивую, крутую лигу, крутой продукт, который будет интересен и спонсорам, и партнерам, и новой аудитории, и который может быть красиво показывать и что будет смотреть. То есть, вообще, вот такие главные цели. Мне кажется, он сейчас просто признался, что этим летом ничего не будет. Не-не-не, личных беседок я уже говорил. Да, мы не планируем ничего этим летом. Я считаю, что самый идеальный план… Зима, ты говорил. Да, зима. После чего, ну, после того момента… Так, извиняюсь, сейчас уберу. Николай? Не. После того момента, как Сэн-Пи съездит, возможно, вместе с Зенитом. А может и Зенит съездит, ну, или может только Сэн-Пи съездит. Короче, после того, как мы покажем себя во внешней аудитории, я думаю, даже чуть-чуть частично и на свои деньги, если получится заработать, мы как раз и планируем запускать Лигу. Но какие-то вещи должны начаться уже этим летом в плане запуск на канал Лиги. Ну, фестиваль — это, понятное дело, раз в месяц мы на это нацелились. И какой-нибудь некий круглый стол, такой прям еженедельный, вот как в формате… Это футбол-бро. Да, это футбол-бро, это медиафутбол-бро. Да, прикольно, потому что так или иначе даже без турнира что-то происходит в комьюнити, что можно обсуждать. Вот, и надо это уже переводить, как я говорил, из комментариев, да, из этих постоянных споров в нечто более медийное, более такое смотрибельное. Все, я тебя понял, я тебя понял, все-все-все, мы можем долго об этом говорить. Да, очень долго можем об этом говорить. Все-все-все, Сереж, все, закричем. По поводу МПЛ. Медийная питерская лига, которая уже организовала два шоу-матча, организовала конференцию. Тебе заплатили за рекламу? Тебе заплатили за рекламу? Нет, ну можете заплатить. Марк и Дэн, пишите, вы знаете мою личку. Ну, как вообще ты к этому относишься? Просто я... Не, у меня на них свои планы есть, я не отвечаю. Как это может все равно? Здесь вставка, да, когда ты сидел на пресс-конференции, вчера или когда мы так зафиксировали, и когда ты в конце... Вот сюда, вот это сбоку. Да еще и не будет пока. Нет, ну я отношусь к этому, ну не так, как многие видят на самом деле. Все прекрасно видят, ты ревнуешь. У тебя прямо глаз дергаться начинает, когда про МПЛ говорят. Нет, я показываю, что я ревную, но типа... В смысле показываю? Ладно, давайте более... Во-первых, вопрос задан, ну, прям очень расплывчато. Мне бы... По поводу МПЛ более конкретный вопрос. Как ты относишься к МПЛ? То, что они делают, то, что они сделали. Ну, ладно. Отношения положительные, отрицательные, они тебя заебали, ты ревнуешь, ты не хочешь, чтобы это было, ты хочешь... Вот это все. Нет, ну я просто в контексте того, что не было, ожидал большего, поэтому, ну, теперь это очень не ревную. Не, а я бы тоже ревновал, не, я бы ревновал, но я ожидал большего, поэтому я не ревновал. Ну, все будет, но не сразу может быть. Ну, вот слушайте, да, тоже глубокая тема, да, который хотелось бы задеть. Вот все говорят, типа, там как-то надо поэтапно двигаться поэтапно, но это вот, я считаю, что не та индустрия, где, ну, во-первых, это не та индустрия, где можно двигаться поэтапно, потому что, во-первых, актуальность может уйти так же резко, как у Версус Баттл. Опять же, очередное сравнение, это раз. Во-вторых, никто не знает, что будет завтра-послезавтра в контексте наших политических событий. Это уже два или три, два с половиной. Вот. Ну, хорошо, я тебя понял. Короче, ты относишься к ним, ну, можно сказать, нейтрально. Ну, больше нейтрально. Ну, больше нейтрально. Вот, но я продолжу тему, которую хотел закончить. По поводу того, что поэтапно двигаться, не поэтапно. Да, смотрите, вот есть путь, да, можно двигаться от самого простого, там, и я объяснил первую причину, почему, и вторую причину, почему это плохо. Третья причина, что может быть вообще абсолютно другой путь. Вот что, ну, типа, на том же подкасте Андрея Холодного, он там подсказал, типа, начни там самого простого какого-то турнира. Вот, это хороший путь, но никто не, ну, не говорит о том, что может быть совершенно другая дорога. Например, что если, к примеру, провести пробно сразу же охеренный фестиваль медиафутбола. Это тоже поэтапная история, только она немного другая. Сразу охеренный, прямо охеренный в плане то, что мы видим. Брендинг, качественная реальная съемка, какой-нибудь топовый артист. Сразу звезды МФЛ. Вот, и реально на хорошем уровне организации с чоповцами. И уже от этого отталкиваться от того, что это реально первый шаг поэтапной истории, двигаться к чему-то более большему. И в таком формате и на таком уровне уже стремиться проводить целый турнир. А, давай. Целый турнир. Я просто к тому, что это супер сослагательное наклонение. Никто не говорит, что есть какая-то супер универсальная формула. Да, нет. Нет, вопросов нет. Если у кого-то получится сделать сразу, круто. Проблема в том, что большинство тоже считает. Проблема в том, что большинство так считает, почему я и говорю. Ты вот можешь так же и видел. В целом то, что тебе пытались объяснить, звучит достаточно логично. Логично. Это нормальная история. Нормальная. Когда ты начинаешь с малого и уже можешь что-то показать, особенно когда есть такой комьюнити, как вот в Питере, уже создан, да, уже можно что-то показать. Но с малого можно показать. И даже спонсору будет легче показать. Вопрос, что такое для вас малое тогда? Давайте вот так относить. Что? Малое. Малое. Что для вас малое? Вот это вот понятие. Малое. В смысле малое, что? Ну ты говоришь, начать с малого. Ну я тебе говорю. Вопрос, что такое малое? Ну так ты в итоге к этому и пришел, ты этого не хотел, и вдруг появился формат фестиваля. Да, но это малое. Ну это малое. Малое не то, что навязывают другие. К примеру, просто. Ну когда мы обсуждаем какие-то детали, мы начинаем обсуждать продакшн. Вот там начинают советовать. Вот можно там за тысячу рублей снять на пять камер. Но это не то малое, к которому хотелось бы стремиться. Все, понял. Все. Что, какая цель у СМП, Сереж? У СМП. Попасть в МФЛ это цель для вас? Нет, попасть в МФЛ это промежуточная цель. Это задача, которая входит в программу достижения цели. Цель просто, во-первых, популяризировать это в презентации документы. Цель получать удовольствие от процесса, от налаженного качества процесса, просто красиво жить, наверное, в той движухе, которая привлекает. Просто к этому можно по-разному идти. Вот СМП выбрала такой путь определенный, используя там определенные возможности. Какая цель у СМП Медиалиги? СМП Медиалиги цель, конечно же, конечная цель провести турнир в структуре МФЛ, однозначно, и участвовать вместе с МФЛ в развитии медиафутбола в Санкт-Петербурге путем реализации региональных проектов просто в договоре с МФЛ. Вот такая цель у СМП Медиалиги. Ну давай последний вопрос. Одна из целей. Окей, веришь ли ты в МПЛ? Нет, ну я верю в то движение, которое они делают. А ты будешь готов им помочь, если они тебя там попросят? Нет, это может быть совершенно в другом виде получиться в итоге к зиме, может быть. Ну я понимаю, что… Пока что мы развиваемся параллельно, но я думаю, что если будет возможность, я не думаю, что типа… Наша комьюнити точно не достойно… Подожди, я еще не договорил. Если у СПЛ не получится, ты будешь готов работать на Лошакова? Да нет, ну это такой странный вопрос. Это хороший вопрос. Ну не знаю, для меня странный. Ну да, нет. Да нет, наверное. Наверное? Наверное? Нет. Давай конкретику. Давай да? Нет. Слушай. Короче, в любом случае не может… наша комьюнити не готова к тому, чтобы… не готова к тому, чтобы распыляться вот на два турнира и было какое-то соперничество… Подожди, нет. Тут, понятное дело, можно ответить на сложно, но можно же раскрыть тему более глубоко, правильно? Да, хорошо. Так и, ну, я думаю, что интересно будет этим. Этим. Другие подписчики, я вас люблю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ииии. Вот. Поэтому вопрос, в чем помогать. Помогать в этом турнире и в том, что они хотят делать сейчас, и участвовать в том, что они делают сейчас. Но мне не хотелось бы. Ну типа… Ты не готовь с него? Они будут рассматривать какие-то более амбициозные глобальные цели, то, конечно, если эта задача будет интересная для меня, для моих амбиций, если это будет совпадать с моими интересами, опять же, если будут какие-то проблемы со SPL, вот, то вполне возможно, что я и буду рад пригодиться помогать. Веришь ты в них итог? Да еще был какой-то вопрос, мне вот понравился. Про Лукашко… Да ладно. Выработал бы ли ты? Смотри, ладно, по поводу МПЛ. Ну я верю в само движение, то есть это один из вспомогательных каких-то факторов, которые помогают комьюнити прежде всего. Вот, каких-то конкурентов в плане то, что они смогут провести турнир лучше, чем хотим провести мы. Ну типа, учитывая то, что я увидел, ну вряд ли они это сделают. Вот, поэтому и никакой, во-первых, неревности нет. Просто есть удовлетворение, что кто-то еще участвует в этом процессе. Угу. И все, вот так вот я отношусь абсолютно ну… Уже нейтрально. Веришь, да? Нет? В МПЛ, смотря что такое МПЛ и какая цель, мне непонятно. Непонятно. Ты можешь проверить? Ну я понимаю, но ответить на этот вопрос, если МПЛ хочет провести турнир лучше МПЛ или лучше СПЛ, я не верю. Лучше, чем хочет собирается. Смотри, вопросик такой. Если у СПЛ все получается, пусть даже будет в разрезе фестиваля, да, вот этого первого летнего. Да. Будет ли регламент СПЛ относиться к ну типа формату профиков жестче, чем МПЛ? Блин, прям вот так опять же односложно ответить, что жестче прям или легче. Наверное, невозможно, потому что это и в МФЛ глубокая тема. Вот. У нас наша комьюнити располагает какими-то другими обстоятельствами наличием футболистов. Поэтому, понятное дело, точно, что регламент будет отличаться. Он будет именно адаптирован под питерскую медиалигу. И, конечно же, цель для того, чтобы играли больше именно потенциальные медийные. И те люди, которые развиваются в медийном пространстве посредством организации контента и за счет этого контента привлекают к себе народ. Хочется, чтобы именно такие люди играли. Но, если они еще и хорошо при этом играют в футбол, так это вдвойне круто. Ну да. Короче, мы точно не сравниваемся с МФЛ, поскольку абсолютно другие, два других мира. Ни сколько по уровню, сколько вообще и по системе футбола, потому что там же тоже это сопряжено, регламент сопряжен так или иначе с Московской федерацией футбола. Не с Московской федерацией футбола, а вот с этим миром. Там ЛФЛ московские, высшая лига какая-то московская. Вот. И, короче, вот даже вот этих два мира футбольных. Петербургский мир и московский. Это два разных. Наш, конечно, будет тоже ориентироваться на такие команды, как Ядро, Ведро. Вот. Поэтому именно в этом тоже будет. Короче, мы будем явно отличаться вот исходя из этих всех параметров. Но я уже… Конечно жив. Но он жив. Он жив, но он мог бы развиваться другими темпами. Я уже говорил из-за чего. Из-за того, что если бы Лига себя… Да давай… Правильно. Давай честно, мне кажется, уже отвечать на этот вопрос. При чем тут Лига? Вопрос команды. Нет, вопрос… Вопрос команды. Возвращаюсь к тому, что я говорил. Вопрос команды. И не каждая команда может выбрать свой путь. Тоже согласись с этим. Да нет, ну кроме прочего, какая разница есть? Отлично, когда есть команды, которые выбирают сами для себя путь. Это отлично. Но мы таких наберем две штуки. Нет, скажи, а какой альтернативный путь вообще может быть? Это же глупость какая-то. Вот… Хорошо. С кого все берут пример? Не то, чтобы берут пример. На что они должны ориентироваться и чем… Нет, подожди. С каких медиа команд все берут пример? Амкал Тудроц. Правильно. Да. Какая жизнь у Амкала Тудроц? Бурная и бесконечная, правильно? Бурная и бесконечная. Даже вне рамок турниров. Ну… Сейчас лето, есть возможностей куча. Команды, в принципе, как сидели многие, даже зимой активнее были. Да, но их что-то должно мотивировать. Как раз… Мы же устраивали систему вот этот вот медийный рейтинг, медийный рекламент. Это же ведь в первую очередь еще и отличная мотивационная система для команд. Потому что команды, грубо говоря… Ну, это как марафон Елены Блиновской. Мне кажется, если для команд не мотивация самостоятельно становиться знаменитой, это… Не, ну они… Ну, может даже получиться так, что они сначала там… Мы уже добились… Слушаются каких-то рекомендаций, а потом уже ловят свою волну и дальше уже сами. Такое же тоже может быть. Мы уже добились того, что лига попыталась мотивировать цифрами и смотрели прекрасные данные. Кто там у нас лидером стал по средним просмотрам на ютубе? ВКФТ? ВКФТ. Класс. Я персонально Николаю Осипову зайдите, пожалуйста, на канал ВКФТ и посмотрите, за счет каких видео парни занимают первое место в рейтинге SPL. Сереж, передай ему, пожалуйста, чтобы он поставил мой выпуск. Каршу, привет. Не, Каршу вопросов ноль. Вопрос… Даже, наверное, больше не к ВКФТ вопрос. Вопрос больше к тому, кто эти цифры в рейтинге засчитал. Ну что, таким вот получился выпуск, а сейчас мы переходим дублить с опросом на горохе. Ну что, Сереж, вставай. Давай. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я подтяну. Ну смотри. Тебе нужно отвечать быстро, но я буду вопросы задавать медленно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Поехали. Поехали, Сереж? Поехали. Точно? Точно. Ты точно готов? Точно. Ладно, тогда так, первый вопрос. Какой бы из них первый задать? Ну это блин. Горошек или Цепа? Цепа. Дави сильнее его. О, сейчас пошло, поехало. Давай дальше. Щербаков или Валеркинс? Ну, Щербаков. Ну, Щербаков. Так, так, так. МКС или МФЛ? МФЛ. Не знаю, почему, но... Не знаю, почему. Люся Чеботина или Мэри Гу? Слушай, Люся Чеботина, да, однозначно. Это Блиц. Люся Чеботина. Не надо было говорить, слушай. Все. Так. Корж или Осипов? Корж. Все, все, Серега, все. Не, подожди, последний, последний, последний. Ты готов? Я готов. Жесткий, да, наверное, какой-нибудь? Сэнт Пи Динамо или Сэнт Пи Медиа Лиг? Быстро, быстро. Сэнт Пи. Сэнт Пи просто. Значит, команда все. Садись. Давай, законь. О, хорошо. Ничего страшного. Все, подбулочка, да? Конечко. Что, ребят, вот таким вот лучшотся данный видеоролик, десятый, юбилейный на Горохе. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно подписывайтесь. Супер гостем. В соцсети, да. Сереги Ефа, на Диму Разбойник, а также на Нордых. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Горошек. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok.